Детский взгляд на недетские проблемы. В Фокинском доме детского творчества открылась экологическая выставка фотографий и рисунков птиц и животных Юга Приморья. На вернисаже представлены работы участников краевого конкурса «Морские животные под защитой заповедников». На время летних каникул один из учебных классов дома детского творчества превратился в выставочный зал. В небольшом помещении разместились сразу две выставки – фотографическая и графическая. Одна сформирована из работ приморских фотохудожников и посвящена редким птицам Юга Приморья. На другой представлены лучшие рисунки участников конкурса «Морские животные под защитой заповедников». Отдел экологического образования Морского Дальневосточного заповедника, руководитель Куликов Александр Петрович, они ведут огромную работу по поляризации животного и растительного мира Приморского края среди населения и особенно среди образовательных учреждений. И вот нам выпала такая большая честь, что мы тоже можем представить такие фотографии в нашем Доме детского творчества и показать жителям нашего города. В этом году участие в тематическом конкурсе приняли дети от 6 до 18 лет. На инициативу Дальневосточного биосферного морского заповедника откликнулись в первую очередь ребята, которых искренне волнуют вопросы экологии и природоохранной деятельности человека. Заинтересованность юных художников ярко отражена в их работах. На детских рисунках изображены не только морские обитатели, прибрежные зоны Японского моря, нерпы, дельфины, косатки, рыбы. На выставке также представлены работы с жанровыми сценками. Видно, как дети откликаются на беды животных. Сейчас, конечно, нашумела уже давно вот эта проблема с китовой тюрьмой. И дети прониклись этой темой. И многие рисунки как раз посвящены этому, что животных выпускают на свободу. Люди сами выпускают. Сначала кто-то их поймал, а теперь их сами выпускают. И возвращение домой, свободу. Это, конечно, очень трогательно и очень поучительно. То есть дети привыкают беречь и бережно относиться ко всему живому. Детские рисунки выполнены в разных техниках. Акварель, гуашь, карандаш, тушь, восковые мелкие. Среди работ победителей конкурса есть и одна фокинская. Ее автор – юный краевед Елизавета Кириллова. На рисунке показана деятельность сотрудников заповедника по охране природы. Замечательная работа тем, что Лиза тоже принимала участие вот в этой программе. Заповедное море. Она вдохновилась, впечатлилась красивыми пейзажами и проблемами, которые поднимает в своей экологической программе заповедник. И представила, какая у нас могла бы быть клиника на морском заповеднике и какое в этом участие может принять даже кровеческий кружок оскорб. Одним из первых на вернисаже побывали ребята, отдыхающие в пришкольном оздоровительном лагере. Для них была проведена экскурсия с рассказом о конкурсе, о том, как проходил отбор детских рисунков. Кроме того, школьники узнали много нового о жизни пернатых обитателей Приморья и представителей морской фауны. Посещение выставки стало интересным, а главное – полезным мероприятием для любознательных мальчишек и девчонок. Мне очень понравилась выставка. Тут есть красивые фотографии птиц, сильных и слабых. Есть рисунки в заповедниках разных. Мне очень понравилась выставка. Мне понравилось, как спасали животных, как их кормили. Я узнала, что есть большие и маленькие птицы, есть белоплечий орел и есть разные птицы. Мне понравились белоплечие орлы. Мне больше всего понравилось, как люди защищают природу, чтобы все ее также защищали. И очень понравились птицы. Выставка продолжит свою работу до 17 июля. Сотрудники Дома детского творчества приглашают всех взрослых и юных жителей Фокина найти время, чтобы познакомиться с познавательной экспозицией, послушать увлекательную лекцию о жизни обитателей юга Приморского края, расширить свой кругозор в области знаний о природе окружающего мира. Выставки работают ежедневно по будням с 9 утра и до 2, ну до 3 уже по великому желанию часов дня. Лучше предварительно записаться, чтобы у нас был экскурсовод на месте. Ждем вас всех до 17 июля включительно.